Да, приветствую, дорогие коллеги. Мне очень понравилась тема, которую подняла Аделия Ханум, про татарские приложения. И поскольку я по основе специальности айтишник, мне было интересно, чтобы это рассказать. Решил немножко эту тему поисследовать. И вот что хочу с вами поделиться тем, что я нашел в интернете по этой теме. Мобильные приложения для изучения татарского языка. Делия Ханум уже сказала правильно. Есть много приложений по изучению языка. И, к сожалению, часть из них уже сейчас не работают, неактуальны. Я вот просто специально потратил там день на поиски таких вот приложений и нашел несколько, из которых половина превращается в сеть, потому что они просто уже неактуальны. Просто нет уже магазина приложений. Вы правильно заметили, что есть приложение Alibaba. Такое, наверное, одно из крупных, полных и, в общем, дало значительный ресурс. Также есть официальный региональный ресурс, образовательный ресурс Tatar School, в котором есть приложение специально для учебных программ, которые реализуются на территории республики. Также есть и татарский словарь для iOS. Он до сих пор функционер, то он один из крупнейших и полных словарей татарского языка. И приложение Alibaba для изучения татарского языка. Давайте я вам просто подробно, вот только по этой подборке расскажу, да, то, что я вот нашел. Образовательный ресурс Tatar School, он предоставляет мультимедийное приложение к учебе татарского языка, разработанное по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. Ну, у него очень приятный интерфейс. Рассчитан он больше всего на детей, на детей младших классов, это младшее школьное образование. Очень хорошо, богато иллюстрирован. Очень есть и аудиоматериалы, и видео, и словарик там есть. И реализуется он при поддержке, если не ошибаюсь, проекта Tatar Multfilm. Поэтому контент очень богатый, но больше рассчитывается все-таки на такую младшую детскую аудиторию. Давайте посмотрим вариант Alibaba. Он реализуется на платформе iOS. Тут уже как бы немножко побольше вариантов, да. Он рассчитан на детей до 12 лет. И здесь собраны татарские слова с озвучкой, есть словарик. И достоинством этой системы для того, что он достаточно простой и понятный даже для детей вот и младшего школьного возраста. Дорогие приятные, разработанная компания Teorius, это известный IT-вендор в Татарстане. Они разрабатывают многие сайты. В общем, такая компания как бы с хорошей, достаточной репутацией. Поэтому вполне качество приложения и для начала тоже вполне годится для знакомления. Я вот эту презентацию потом выложу. И тут вот есть ссылка на приложение в Play Market. И можно будет скачать его и ознакомиться поближе. Также есть словарик для iOS. Считается одним из наиболее крупных, имеет наиболее полную базу слов. И также эта база нам обновляется, да, вместе с выходом новых версий приложения. Что есть хорошо, потому что здесь есть озвучка татарских и русских слов. Словарь работает в обе стороны. Достаточно непростой, удобный интерфейс. Ну, разве что я могу сравнить с Lingua, да. Но Lingua, как вы знаете, у него база словарей платная. Вот я тоже пользуюсь Lingua сам, но там приходится платить за это деньги. А этот проект, насколько я знаю, он бесплатный. Вот, он только для iOS. Это медведом. Вот. И еще один проект, он реализуется на платформе Android. Это Alka, изучать татарский язык. Ну, это, скажем так, приложение для тех, кто решил самостоятельно начать изучать татарский язык. И в нем есть практически все, что для этого нужно, процесса. Это и татарский русский словарь, это и словарь-пословец, разговорник, есть механизм изучения с помощью игр, и статистика. Можно найти статистику. И что интересно, в этом приложении реализован возможность общения с другими пользователями приложениями. То есть, какие-то такие элементы социальной сети, социализация здесь есть. В принципе, мне кажется, довольно увлекательный формат подойдет для всех. Разработчик TAT Development, так что, если у вас Android-система, то можете зайти и скачать приложение и попробовать в нем поработать и, так сказать, изучить татарский язык до хорошего уровня. Вот. Я бы, в принципе, с этой стороны упомянул бы еще несколько приложений, которые, к сожалению, сейчас уже пропали из магазина. Например, это было очень хорошее приложение, богатое и стиль на Китап. Татар-Китап. Но время очень долго продвигался, и там, естественно, была очень хорошая коллекция татарских сказок на татарском языке с озвучкой. Очень, очень тоже богатое истрировано. К сожалению, я сейчас его не могу найти. В магазине приложения, возможно, проект сейчас уже не финансируется. Так что, если у вас будет какая-то информация по приложениям для татарского языка, пишите, пожалуйста, в наш чат Союза, поделитесь с нами, и мы потом информацию, куда мы все выложим, и все желающие смогут с этим познакомиться. Благодаря за внимание, в этот доклад мне пока все. Если какие-то вопросы, я сразу на них отвечу. Равиль, скажите, вы же тоже изучали татарский язык посредством IT-решения. Напомните, как называлось? Это что, был сайт, это приложение? Очень так достаточно тепло тоже отзывались об этом ресурсе. Да, спасибо, что задали вопрос. Это моя любимая тема, татарский язык. Поскольку я сам татарский язык очень плохо знал, меня, к сожалению, не обучали в детстве. И когда мне вот вспомнилось с 30-го года, но я до этого очень хотел татарский язык, очень появилась система, оборудовательная система Анатолия, реализуемая по поддержке правительства Татарстан. В общем, я зарегистрировался на платформе, это был 2014 год, и начал изучать татарский язык самостоятельно. И вот так вот, мало-помалу, за 4 года я достаточно на хорошем уровне изучал татарский язык, его грамматику, и обогатил свой лексикон, и речь научился слушать, писать, говорить на татарском языке. И таким образом я вот выучил татарский язык. При этом, конечно, я очень много слушал и татарское телевидение, радио и общаться с татарами только на татарском языке, и мне помогло вот достаточно хорошо освоить любимый язык, и я теперь с удовольствием общаюсь и имею такое удовольствие общаться со своими соотчисленниками. Ну, в 2018 году я вот как результат приехал, участвовал в молодежи в татарском форуме в Казани, и там презентовал свой проект татарского хаката на татарском языке. Ну, я думаю, что это достаточно нормальный результат. Это мои работы за эти четыре года. Так что я активно пропагандирую этот ресурс, он бесплатный, без ограничений, и вы можете изучать татарский язык в любое время, 24 часа в сутки, в любом режиме, начиная с самого начала уровня, на самом сложном. У меня сейчас уровень восьмой, а всего их девять. Так что всем настоятельно рекомендую для самостоятельного дополнительного обучения. А так, конечно, есть курсы, SkyTad, есть другие курсы, где можно с преподавательством получить образование и общаться, практиковаться. Так что эти два компонента самостоятельно плюс курсы очень помогают в развитии изучения языка. Это так ценно, когда ты слышишь напрямую о человеке, который изучал системно, планомерно на протяжении четырех лет и потом еще доклад о татарском языке делал. Вот Аделия тоже написала, что в Казахстане тоже используют этот ресурс. И это как такое тоже окно, вход в огромный татарский мир татарского языка. Так что здорово, что мы об этом тоже поговорили. Давайте его тоже в доклад сюда внесем, потому что, как я полагаю, мы вашу презентацию выложим на сайт, и это будет определенным таким вот, ну, как бы кульминационной точкой всех вот этих приложений.